Вдоль большой пустозерской тропы появились деревянные скульптуры. Специально для музея их изготовили мастера арт-фестиваля Тайбала. Все объекты созданы в стиле лонтард. Это фигуры лоси, медведя, орлана-белохвоста, писа, куропатки, зайца и совы. С лесными животными познакомилась наша съемочная группа. Началась презентация возле первой скульптуры орла-белохвоста. Эта большая северная птица встречает гостей и как бы открывает большую пустозерскую тропу. Позвольте от имени главы региона поблагодарить общество краеведов, ребят, которые достойно представили Ненецкий округ на конкурсе президентских грантов, а также наших защитников природы, Грин Хоум. Ну и, конечно, сборную Тайбала, уникальных мастеров, которые показали нашему округу, что такое настоящее экологическое искусство. Мастера команды Тайбала сделали фигуры животных, всего их семь, в стиле ленд-арт, из горбыля и бросового полевого материала. На изготовление и доставку скульптур в Пустозерск специалистам потребовалось 10 дней. Это просто какой-то тренд последних лет, всем нужны деревянные животные. Было интересно увидеть новые земли, думаю так, новые земли и, в принципе, новые климатические какие-то зоны. И, конечно же, было интересно справиться с инженерными вызовами, то есть сделать что-то в городе и с помощью небольших катеров и маленького парома все транспортировать сюда. То есть интересно посмотреть на скульптуры через год, насколько наши, так сказать, идеи о том, как это сделать более устойчивым, реализовались. После участники экскурсии отправились по тропе. Обитатели заполярного леса установлены по всему маршруту. Например, уже через 400 метров стоит красивый северный олень. Не обошлось без небольшой фотосессии. Пройдя такое же расстояние, гостей встречает бурый медведь. Животное выполнено в достаточно агрессивной позе и явно не с добрыми намерениями. В ближайшее время рядом с каждым животным установят указательные таблички. Их смастерили ребята, которые посещали детские площадки. Как признается Мария Уварова, волонтеры как и в городе, так и на территории Пустозерска активно помогали в реализации этого проекта. Ребята позитивные, очень хорошие. Я была приятно удивлена, потому что говорить особо даже не надо было. Они просто брали и делали. То есть утром у нас была планерочка. Мы раздавали всем задачи и они выполняли. Наша задача была пройти этот маршрут, замерить, где будут места установки стендов информационных, места установок арт-объектов. Также мы замеряли, сколько это времени займет, сколько это расстояние, чтобы потом эта информация была полезна для создания экскурсии. Вообще идея создания тропы у сотрудников музея возникла достаточно давно. И только в этом году удалось приступить к ее реализации. В целом маршрут тропы 10 километров. По всему пути будут установлены 12 информационных стендов, на которых будет размещена вся информация о местной растительности. Люди приезжают в Пустозерск, хотят узнать историю Пустозерска, узнать судьбу о вакууме. Бывает на месте казни протопопа вакуума, но и в то же время людей интересуют природные составляющие. Так как природа окрестности Пустозерска, она очень интересная. Территория нашего музея-заповедника не очень большая, но она очень разнообразна. И поэтому мы считаем, и у людей это тоже очень привлекает. Ну и мы считаем, что эта тропа скучной не будет, несмотря на ее такую большую протяженность. Она будет востребована и будет интересна всем любителям природы. Сейчас краеведы пришли к выводу, что для полной реализации проекта потребуется еще как минимум 4 года. Создатели туристической тропы планируют сделать ее максимально интересной и комфортной. Основная идея заключается, то есть нужно попасть в атмосферу, в которой человек либо отдыхает, либо он активно в ней участвует, открывает для себя что-то новое. На реализацию проекта Нейнское общество краеведов получило финансовую поддержку от окружной администрации и от фонда президентских грантов. В рамках первого конкурса, который проходил в 2018 году, получили на реализацию всего проекта, двухлетнего, порядка трех миллионов рублей. Ну там 2,886 еще с какими-то копейками, с рублями. И действительно, это то, что нам дает, открыло для нас, да, сделало такой мощный толчок. Официальное открытие Большой Пустозерской тропы запланировано на 15 сентября, в день Пустозерска. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.